Художник Открытие был Никто не даст нам Избавления, ни бог, ни царь, ни герой Добьемся мы Извобождения своей собственной рукой Это конечно Слова из интернационала Но с другой стороны Медали через два месяца После окончания Гугольфеста Началась Начался Майдан И это произошло реально Буквально мы фактически Закодировали будущее Ну это таким странным Мистическим И вот сейчас, когда Мы на самом деле находимся На предвкушении, на предчувствии Новой страны, нового города И вот это вот Неравнодушие И умение взять ответственность за свое Завтра Здесь сейчас, вами, молодыми Ребятами И девчонками Это на самом деле дорогой стоит Только теперь это нужно Каким-то образом Не знаю Капитализировать Не в деньги капитализировать А в конкретное действие Потому что С одной стороны Удивительный момент У нас вроде бесконечность Впереди Но с другой стороны Время Это единственный ресурс Который Который уходит безвозвратно Вот кажется Вы, понятно, молодые Вы чувствуете себя Бессмертными Вам кажется, что Впереди очень много Ну, много всего Но Время очень быстро проходит Правда И на самом деле У вас сейчас возникают Фантастические возможности Вы даже не подозреваете Насколько Сейчас Драймовое И созидательное время И я сейчас Баю Сейчас Перед таких Кроме Таких общих Пароходских Фраз Которые Я потом уже буду делать Какие-то конкретные Предложения Какие-то конкретные Вам Не знаю Размышления уже Более прикладного характера Итак, сначала я вам расскажу О видении Украины Что такое Украина Сейчас Может стать А вы как ее делатели Что вы с этим Как вы в этом Можете быть Ну, как бы Двигателем этого Процесса Всегда Украина Себя позиционировала Осознанно Неосознанно Как Окраина Каких-то цивилизаций Будь то Европа Будь то Россия Австро-Венгрия Когда-то Речь Посполитая Российская империя Слова Молороссия Всегда Вот это вот Было такое Чувство провинции И вторичности К основным Каким-то Веяниям И вот Эта история Конечно Ну, в таком В таком Осознании Самих себя Украинцам Было очень сложно Строить государство Ну, страну Да Место Своей силы Оно все время Оказывалось Под кем-то И вот сейчас Только Буквально через 23 года После того Украина Формально Объявила себя Независимой страной Только сейчас Появилась Реальная возможность Оказаться Действительной Страной И Сломать этот Комплекс Провинциальности В нашем сознании Потому что Понятно Что с одной Стороны Его нам Навязывают Как европейцы Так и Великие Русские братья Да Но с другой Стороны Это наша Наша Такая Карма Да Мы сами Говорим Какие мы Такие Ну, в общем Такие Мы все время Иду туда И туда А вот Возникает вопрос А что мы сами И вот Сейчас Очень Реально Очень Интересная Ситуация Если мы Переформатируемся Из Позиции Моста Между двумя Цивилизациями Или Блокпоста Как сейчас Между двумя Цивилизациями Ну, понятно Что Не на мосту Ничего хорошего Не построишь Толком Ну, разве Что Таможня Ну, на мосту Понятно Что тоже Ничего особенного Хорошего Не построишь Да Это будет Поэтому Это не вопрос Больше к архитекторам А если мы Формируем Своё Себя Как Центр Ну, казалось бы Амбициозная Глупая идея Да Какой Нашин центр В Украине Когда у нас Там Экономика Сейчас вот-вот Рухнет В рак Ворот Ну, и так далее И жизнь вообще В душе Всё пропало На самом деле Это же тоже Это мгновение Когда всё меняется И мгновение Зависит от вас Потому что реальность Такова, что там Все сильные Миры сего Обама Нет Или тот же Путин Каждый день Думают О Украине Более-не-молее Мы уже Оказались Центр Теперь вопрос Хороши ли эти мысли Или нехороши Это уже Второй вопрос Но Сейчас есть Такой тренд Знаю в курсе Или не в курсе Что У великих И невеликих У наших У русских Возникают Серьезные проблемы И Очень много Креативного Здорового Класса Собирается Оттуда Бежать Был этому Посвящен Большой форум Ходорковского Украина Россия И действительно Одно из мест Куда Может пойти Волна Здорового Иннокомыслящего Русского Общества Это может быть Украина И это Созидательная Часть Общества С другой стороны Европейская Цивилизация Она Подустала Это на самом деле Пожилая Цивилизация И там Реально Нет энергии Они сами Об этом На это же Жалуются И у Молодежи Европейской Молодежи У них Фактически Нет мечты То есть Они Есть какая-то Карьерная Мечта Но это даже Не мечта Это мечтенки Маленькая Мечтенная Напрягаться Особо не хочется И поэтому Когда они сюда Приезжают И сейчас Очень много Европейской Молодежи Тоже Приезжают Сюда И говорят Слушайте У вас тут Как-то Поинтереснее У вас Как-то У вас есть Мечта У вас У вас Есть Будущее И там Молодежь Не возрастная Это Молодежь Те Которые Которые Готовы Но которые Готовы Мечтать Которые Готовы Кодировать Своё Будущее И кодировать Среди Вокруг Себя То есть Получается Такая Странная Ситуация Что Реально В Украине Центр Ратяжения Очень здоров Частей Со всех Сторон Мира Европа Россия Америка Я уверен Что и Восток И Юг Теперь Как бы Вопрос Да Есть Такое Опасение Что Если Они Все Придут Украинского То Ничего Не останется Да Останется Одно Только Какое-то Чужое И вот Тут Возникает Концепция Концепция Земли Когда Приходит На ум Ну что Говорит В Украине Это Плодородие Правильно Ну как Плодород Чернозем Я всегда Не понимал Как же Это Можно Использовать Вдруг Я Понял Мысль Что Чернозем Это То Что Принимает Себя Любое Если Семена Бросают То Чернозем Сама Плодородная Земля Она Рождает Свои Волшебные Цветы Вот Эти Волшебные Цветы Рожденные В прошлом Из чужих Культур Из чужих Каких-то Влияний Прорастая На украинской Земле Становятся Украинские Влада Волшебными Украинскими Детями Другое Дело Что Если Ты Себя Перепозиционируешь Еще раз До этого Образ Украины Всегда Был Такой Что Украине Не нужны Были Свои Дети Ну так Получалось Да Профессионалы Не нужны Были Не нужны Были На самом деле Толковые Архитекторы Музыканты Артики Никто Не нужны Нужны Были Просто Воры И Вот Политики Да Наше Счастье Сейчас Применялось Время Сейчас Нам Нам Не Стране Да Нам Нужны Именно Те люди Которые Будут Строить Эту Страну Ну Дети Да И наши Продукты Нашего Нашего Творчества Это Как бы Составная Часть Страны Таким Образом Да Меняется Образ Если мы позиционируем Страну Украину Киев Даже Никогда Не думал Странным Названием Киев Мать Городов Русских Мне всегда Казалось Странно Киев Род Мужской Почему Мать Вот Сейчас Ты понимаешь Что если Мать Женщина Родительница И женщина Хранительница И Земля Рожает Охраняет Воспитывает Своих Детей Которые Помнят Змеи Конечно Отцов И добавляют Реально Новую Коммуникацию В мире Вписывают Ее В свой Контекст И это Появляется Совершенно Другого Качества Другого Качества И направленности Цивилизации И цивилизация Против А цивилизация За Не Альфа Цивилизация Альфа Самцов Которые соревнуются Кто Больше И у кого Больше А цивилизация Кто Может Больше Родить Своих Детей У кого Больше Семья Где-то Так Чем Это Напоминает Америка Потому что Америка Построена Цивилизация Американская Построена На Иммиграции На Влиянии Других Культур Но Единственное Отличие И принципиальное Что у Американцев Не было Своей Сход То есть Это Сразу Была Примесенная На Чужую И Вым Землю Фактически Разрушенная Исходная Культура А была Примесена Англосаксонская Или Пратестантская Потом Добавляются Другие Америка У нас Есть Другой Шанс И Поэтому Это Другой Уровень Развития У нас Есть Своя Мощная Немножко Как бы Отменная Но Тем не менее Мощная Своя Цивилизация Культурная И Если В нее Добавишь Без Комплекса Неполноценности С Создаванием Отчета Добавить Еще раз Семена Других Рождаются Действительно Волшебные Дети Нового Поколения И Это На самом деле Надежда И Для Мира Вот Такая Миссия Это Общие Слова Не знаю Сколько Вы Слышите Понимаете Что я Говорю Но Мне Кажется Это Дает На самом деле Совершенно Реальные Технологии И Тактически И Стратегически Что Делать Сегодня И Что Делать Завтра Если Ты Понимаешь Что Ты Находишься В процессе Зарождения Вот Этого Нового Парабин То Соответственно Что Какие Шаги Какие Каждодневные Шаги Молодого И Не только Молодого Человека Должны Быть Но Понятно Ты Должен Впитывать Контекст Мира Да То То Что Сейчас Происходит Как Организован Этот Фестиваль Это Вот Именно Прообраз Того Как Оно Должно Работать Вы Вы Впитываете Идеи Международные Да То Сотруднишься С Международным Экспертом Профессиональным Сообществом Но На самом деле Надежда На вас Никто За нас За вас Ничего Не сделает Вы Должны Это Слышать Вы Вы Это Земля Глодородная И Ваши Мозги Ваши Души Ваш Дух Это И Есть Тот Чернозем Поэтому Тут Сразу Единственное Важно Чтобы Чернозем Начал Работать Его Нужно Удобрять Вы Должны Требовать Уход От Метафора Чтобы Не Становиться Робом Вы Сами Как Чернозем Вы Сами Садов Вы Должны Эти Семена Которые У вас Попадают Вы Должны Как Баранжереи Вы Должны Из них Выращивать Волшебные Цветы Нашего Ничего Это Каждодневный Труд Никто Не Сделает Никто Не Сделает За Вас Ваш Будущ Немного Немного Немного